Южноуральцы массово вышли на лёд, а капитан Магнитогорского металлурга Сергей Мазякин установил новый рекорд. Какой? Расскажет Дарья Шведова в обзоре спорта. Рубрику представляет спортивно-оздоровительный комплекс «Юбилейный». Твой здоровый образ жизни. Лёд надежды нашей. Так называются всероссийские соревнования по конькобежному спорту. Они одновременно прошли в 36 регионах страны. В Челябинский на каток вышли около 200 спортсменов, причём многие любители. Не имело значения и модель коньков. Они могли быть хоккейными или фигурными. Лично я очень люблю кататься на коньках, особенно по утрам. Мороз и солнце, как говорится, день чудесный. Вышедших на забег разделили на группы. Для учеников с 1 по 8 классы предусмотрена дистанция 50 метров, для остальных – 100. У нас есть чем гордиться в конькобежном спорте. У нас колоссальные традиции и хороший очень резерв, замечательный резерв по конькобежному спорту. Эти соревнования как раз вложатся в копилку развития видов спорта. Каратисты и спортсмены по рукопашному бою сразились на одном татаме. Первые завоевывали медали в чемпионате УРФО, вторые – в первенстве области. Соревнования совместили на одной площадке Центра олимпийской подготовки под зюдо. Бойцовские баталии посвятили памяти мастера спорта России Челябинца Алексея Исакова. Чемпион Европы, победитель всемирных игр, среди полицейских одержал много побед, но проиграл бой с неизлечимой болезнью. Это нам помогает, помогает сохранить память о нем. Он был фанатом своего дела, фанатом карате, рукопашного боя. Состязания каратистов были отборочными для формирования сборных команд на Кубок России. Бронзовый призер чемпионата мира и Европы Евгений Плохутин в категории 60 килограммов взял золото. Теперь парень готовится к Олимпийским играм 2020 года. Все поменялось, все меняется. И система, и правила, и даже экипировка меняется. И все подходит к этому, что мы стали Олимпийским. И надеемся, будут еще изменения в хорошую сторону. А тем временем капитан магнитогорского металлурга Сергей Мазякин установил новый рекорд. На его счету 84 очка в 58 матчах. Таких вершин достигал только Алексей Морозов из Акбарса в 2007 году. 83 очка в 53 играх. Отмечу, в этом сезоне Сергей Мазякин обновил рекорд КХЛ по количеству голов за регулярный чемпионат, по результативности и по количеству набранных очков. Жены челябинских хоккеистов попали в топ самых красивых болельщей страны. Подборку опубликовала одно из федеральных интернет-изданий. Этот снимок сделан на матче трактора с московским ЦСКА. Челябинская банда гласит подпись под фотографией спутниц жизни наших игроков. А это снимки южноуральского лыжника Владислава Вичканова. Фото сделано на первенстве мира среди юниоров и молодежи до 23 лет по лыжным гонкам. Мероприятие прошло в США, там наш спортсмен завоевал три медали – два золота и серебро. Уроженец Лотоуста является одним из лидеров юниорской сборной страны и претендует на попадание в Олимпийскую сборную России на зимние игры в Корее. Дарья Швидова, Ксения Кузнецова, Дмитрий Абрахин, ОТВ. Бассейн «Юбилейный» – это обучение плаванию, аква-аэробика, работа с маленькими посетителями и персональные тренировки для всех желающих. Опытные специалисты тренажерного зала подкорректируют вашу форму, а поклонники групповых программ найдут все от восточных единоборств до детской хореографии. Бассейн «Юбилейный» – 775-28-18. Бассейн «Юбилейный» – 775-28.